намерение и сегодня мы поговорим вообще про намерение как это работает все значит всем доброе утро садитесь поудобнее у кого есть книги открываете третью главу у кого нет книг нужно будет посмотреть значит и заказать или скачать бот и можно изучать по боту бесплатно мы открыли бот значит для общего пользования борт по изучению мишлей и так дорогие друзья 3 глава 3 глава и в этот раз я подумал вот так мы будем учиться мы сейчас будем идти глава сейчас мы идем например с 1 по 7 отрывок потом следующий месяц если мы на этот день 3 числа месяца там я буду седьмого например по 21 потом с 21 по 30 и так за три месяца мы будем глубоко проходить каждую главу и в итоге будем знать мишли с божьей помощью прямо как царь сам он которых писал это это так и нужно так нужно 4 не просто так посмотрел и забыл и об этом именно говорится в третьей главе самого начала значит давайте еще раз намерение чтобы чтобы с помощью изучения торы приблизиться к богу и начать понять осознать запомнить его волю и выполнять волю всевышнего чтобы было хорошо вам и всему миру это такое должно быть намерение бни говорит царь соломон сын тора ти альтишках тору мою не забываем умит свата и цор ли беха и заповеди мои пускай производит и цор это и производит и сохраняет твое сердце что это значит давайте разберемся что он имеет ввиду значит тора в принципе это знание то есть это это знание о том как работает мир мы все живем в не в реальном мире а мы живем все в в модели мира которые строим у себя в голове и эту модель мира человек он постоянно создает исходя из своего знаете как моя дочка она говорит все зависит от восприятия исходя из своего восприятия значит вот у человека внутри и есть некий набор предположений идей о мире о людях о правилах которые в этом мире работают исходя из этих предположений мы оцениваем какие-то какие-то знания которые входят к нам я не говорю например о боли боль а на боль да то есть это физическое прикосновение до прикосновения но дальше уже начинается восприятие значит боль физическая один скажет терпи значит это мужчина должен терпеть другой говорит нет боль не надо терпеть один говорит более а значит это нужно там для выздоровления, другой говорит, нет, боль это искупление, третий говорит, нет, боль ни в каком виде неприемлемая, четвертый говорит, no pain, нету боли, нету прибыли, значит, боль это ведет к прибыли. То есть, дальше начинается огромная-огромная разница в восприятии, человек интерпретирует в... человек создает у себя в голове картину модель мира, в которой он потом находится и живет. Теперь Тора, это объективная реальность, которая идет от создателя мира, который создатель мира создал мир, и он потом в виде Торы сообщил это знание еврейскому народу, для того, чтобы, как раз была сейчас недельная глава, бер эйтеф, чтобы вы его хорошо разъяснили всему миру, то есть есть народ таких священников, учителей, да, вот вам Тора, разъясняйте. Значит, и здесь нам говорит царь самон, бни, он говорит, сын мой, торати тору маю аль-тишках, не забывай, то есть любая информация, она проходит следующие этапы. Вначале ты ее воспринимаешь, то есть ты воспринимаешь слова бни, да, там бен, шели, да, мой сын, переводится, да, ты воспринимаешь, мой сын. Потом торати, тору маю, значит, Бог передал тору Машерабейну, Машерабейну передавал из поколения в поколение, царь Давид получил тору, значит, и царь Соломон, он лично с Богом у него была пророчестве встреча, спорят это во сне было или пророчество, и Бог ему дал самую высшую мудрость, то есть открыл ему все, значит, шлюзы, все, все за эти самые, подключил его к искусственному интеллекту, только не к искусственному, а к своему интеллекту, да, Бог подключил царя Соломона. И он теперь нам говорит, мне, как бы, тору мою, не забывай, значит, когда ты получаешь эту информацию, она входит в твою модель мира, и, значит, там она, как бы, какое-то время находится, очень короткое время, то, что ты слышишь, видишь, оно очень короткое время у тебя в голове, причем то, что ты видишь и слышишь, этого уже нет, это ты его, как бы, схватил из прошлого, и вот ты держишь какую-то информацию, и дальше эта информация, она проникает сквозь нейронные сети в твою уже старую информацию, и как-то с ней взаимодействует. Дальше, например, с помощью старой информации ты можешь понять новую, потому что если человек слышит речь на английском, и у него не записано в голове, что chair – это стул, например, а table – это стол, то для него table, слово, которое он слышит, столом не является, это просто table, просто вот table. А человек, который знает, что table – это стол, он, когда он слышит эти звуки, table, у него внутри происходит осознание того, что table – это стол, и он понимает. Теперь, когда человек впервые узнал, что table – это стол, надеюсь, что вот как раз не зря пришли на урок, английский чуть поучили, когда вы узнали, что table – это стол, человек узнал, он думает, да, действительно, вот англичане эти странные, тяжелый язык американский, да, вот нет, чтобы сказать просто стол, а не table – это стол, да, и вот когда человек это узнал, осознал, дальше идет следующая, следующая информация, и вопрос, будет ли он помнить через час, что table – это стол или нет. Значит, ученые говорят, что нет, что больше вероятности, что он забудет, чем то, что он будет помнить. Поэтому нам царь Соломон говорит здесь в начале третьей главы, мне он говорит, Тору мою не забывай. Нет смысла, когда ты учишь и не повторяешь. Нет смысла, когда ты понимаешь и забываешь. То есть Тору нужно понимать и запоминать, потому что иначе нет смысла. Самые великие мудрецы, они знали всю Тору, прям вот всю Тору от первой до последней буквы, слова, комментария. То есть вся Тора была перед ними, как вот прям вот так. Значит, Митсвата и Цорлибеха. А заповеди пусть производит твое сердце. Что значит заповеди пусть производит мое сердце? Значит, заповеди Всевышнего, это уже Всевышний говорит, смотри, вот так работает мир. А вот эти действия, это называется заповеди. Я тебе сказал их делать. И когда ты их делаешь, в этот момент, в этот момент ты выполняешь мою волю, и ты со мной соединяешься, в одно целое. Митсва, заповедь, это соединение, да, это как цифта, это как одно целое слияние. Митсаве, например, говорит там, говорит Дэн Дубравин, говорит Али, говорит Ицхаку, Ицхак, передай от меня Али Гребензовой, вот, значит, тоже участница урока, передай от меня, например, пускай Алла Гребензова, значит, выходит за меня замуж, ну, к примеру. Он, Дэн Дубравин, ее, может, не видел никогда в жизни, и она его не видела никогда в жизни. Теперь, значит, я беру его слова и еду к Али. Приехал я к Али, значит, говорю, меня послал Дэн Дубравил, то есть я приехал, я как бы его продолжение по доверенности генеральной, я от него, я это он. Алла, выходи за него замуж. Алла говорит, конечно, говорит, согласна. И, значит, я достаю документ, я говорю, я за него подписываюсь, ты за себя. Все, я подписался, она подписалась, поженились. Теперь, может такое быть, по закону может быть, то есть даже законы государственные в любом государстве, в принципе, могут как по доверенности кого-то женить. Теперь получается, что когда ты выполняешь волю Всевышнего, вот эту заповедь, то есть Всевышний, есть его воля, и ты, когда ее выполняешь, соединяешься этим самым со Всевышним, то есть становишься с ним одним целым. Заповеди, они имеют определенное время. Есть заповедь, там, чтение Ашма-Исраэль, есть заповедь дать сдаку и так далее. То есть заповеди каждый раз, помните, царь Самон в другом месте сказал, что заповедь, она как свеча. Ее надо все время зажигать, свечку надо зажигать. И свеча, она требует и материал, который будет гореть, и фитиль, и усилия по зажиганию. А тора – это свет, тора – это постоянно лампа, которую ты, если эту лампу, ты к ней присоединился, и ты ее понял и запомнил, она начинает светить у тебя в голове, эта лампа. О заповеди каждый раз надо напрягаться. Тора запомнил все, твоя. Понятно, да, как работает это? Это первый отрывок. Второй отрывок. Значит, второй отрывок нам царь Самон объясняет, зачем. Значит, это ты не просто так делаешь. Не думай, что ты просто так делаешь, вот ты учишь тору, запоминаешь. Долгие дни, дословно, и годы жизни, и шалом. И шалом – это состояние шламута, цельности, совершенства, мира. Иосиф Улах добавят тебе. Значит, человек живет в постоянном погоне за ощущением счастья, за ощущением наполненности, за ощущением того, что ничего он не боится, ни от чего ему не надо убегать. То есть, человек ищет вот этого вот состояния спокойного, такого расслабленной нирваны. Это как бы установка по умолчанию. Все люди хотят, чтобы им было хорошо, хотят счастья. Это называется состояние шалом, полное шламут, когда у тебя все есть, и тебе ничего не надо. Вот вообще ничего, и тебе даже не скучно. То есть, у тебя вот конкретно все есть, и тебе ничего не надо, даже не надо, чтобы было больше, даже не надо, чтобы было меньше, даже не надо, чтобы тебе рассказывали про то, что надо или не надо. Это шалом, это шламут, полное совершенство, наполненность. Слова Торы дадут тебе долгие дни и годы жизни Задают вопрос все Это какое-то повторение Долгие дни и годы жизни Это вообще разные вещи Значит, есть два объяснения Каждое из которых я не буду долго говорить про источники Скажу только уже концовку Долгие дни Бывает, что человек, вот я могу по себе сказать Проходит день У меня есть такой дневник ежедневного успеха Такой чат-бот, тоже в телеграме Это для участников моей мастер-группы Я бы такой придумал инструмент для ежедневного учета того, что ты делаешь Можно вести в тетрадочке Значит, и в конце дня ты записываешь свои ежедневные успехи Бывает день, ты пишешь Сделал, 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 сделал Выполнил план, поработал, поучился, потренировался Сделал там много хороших дел Мецвод Такой день ты смотришь, думаешь Вот этот день у меня сегодня был Прямо столько я успел Бывает день, ты вечером такой сидишь И думаешь, нечего записать Вообще нечего То есть день прошел Никаких реализованных планов Никаких достигнутых целей Никаких развивающих занятий Никакой особой такой радости Пустота Вот долгие дни первообъяснения Это наполненные действиями созидательными В духовном плане в основном Но любые действия, которые тебя развивают, они тоже полезны Значит, это долгие дни Шнот Хаим здесь, по всем мнениям, годы жизни это долгая жизнь То есть люди желают друг другу Желают тебе долгих лет жизни То есть все хотят жить долго Хорошо это плохо Все хотят жить хорошо и долго Но годы, дни, долгие дни Есть второе объяснение Что если годы жизни это жизнь в этом мире То долгие дни в мире грядущем Там же уже вечная жизнь То есть там нет понятия, как годы жизни Там ты уже туда зашел навечно Но дни есть То есть есть вот эти вот короткие отрезки Которые называются день А годов уже нет Потому что это вечность Годы нет смысла считать То есть ты сколько здесь? Всегда А сколько будешь? Всегда Ну и что? Зачем тут годы считать, да? А как у тебя день сегодня прошел? День прошел великолепно Понятно, да? Теперь шалом мы разобрались тоже Долгие дни и годы жизни И шалом Это шлымут Цельность, когда мир Когда никакие части не противоречат одна другой То есть почему происходит война? Бывает у человека внутри война Между собой и собой Он думает Нет, я должен это сделать Нет, не буду Я сделаю Нет, я не буду Делать, не делать Это внутренняя война Да, такой Очень изматывающая, кстати Бывает война между людьми Один говорит, будет так Второй говорит, нет, будет так И они не могут прийти что-то поделить Бывает война между странами То есть это страшное состояние войны Которое уничтожает война Это война на уничтожение Она уничтожает Все построенное Все созидательное Война это то, что рушит Шалом это наоборот Шлымут То есть Когда Исаф встретился с Яковом Исаф ему говорит На тебе, говорит Подарьте Яков давал ему подарки Исаф говорит Мне не надо, у меня есть много А Яков говорит А у меня есть все То есть мне тем более не надо У меня и так все есть То есть это как раз Вот этот вот Шлымут Юсифула Слова Торы добавят тебе Вот я долго думал Есть например Там буддизм Всякие такие другие школы Они очень говорят правильные вещи Надо быть счастливым Они говорят Надо быть счастливым Все Счастливым быть надо Надо быть счастливым Надо не страдать А как? Надо медитировать То есть ты уходишь в медитацию Надо по-другому Ко всему относиться Но они меняют отношения Но есть же еще правильные действия И неправильные действия То есть если ты поменяешь отношения К своим неприятностям И как один идет Значит такой вообще убитый у него Вот друг спрашивает Что случилось? Он говорит У меня все в жизни рушится Вообще все разрушилось Все что можно У меня все разрушилось Друзей нет Отношений нет Денег нет Работы нет Здоровья нет В общем все разрушено в жизни Тот ему говорит Смотри Я тебе понимаю У тебя серьезная тяжелая ситуация Иди к психологу Психолог тебе поможет Значит Встречаются они через какое-то время Тот идет такой Ну Такой прям Бодренький Друг спрашивает О классно Говорит Ну как Что в жизни справилась? Он говорит Да нет В принципе Все то же самое Работы нет Денег нет Здоровья нет Друзей нет Отношений нет Ничего нет Он говорит А что ты такой радостный? Он говорит Твой психолог мне помог Теперь я этим горжусь Вот теперь я этим горжусь Говорит он И бодренький И дальше идет делать Неправильные действия Которые его привели К этим неприятностям Значит Тора чем отличается От этих всех подходов? Она говорит Секундочку Встал утречком Скажи спасибо Богу Потом поймой ручки Потом помолись Потом сделай это Потом поучись Потом займись здоровьем И так далее То есть Тора регламентирует Все аспекты жизни Давая правильную систему Как надо действовать В любой ситуации Поэтому она дает Поэтому она дает И долгие дни И годы жизни И шалом То есть Ты в любой ситуации Понимаешь Как сделать шалом Добавить тебе Дальше он разъясняет Эту мысль дальше И говорит Третий отрывок Есть два качества Которые Которые Очень важны В жизни И о которых Царь Самон Об одном из них Он молился Всю жизнь Чтобы Бог ему дал Именно вот это Качество Значит Это эмет Истина Видеть истину Очень сложно Потому что человек живет Он все время подкуплен Какими-то своими желаниями Он живет В каких-то своих интерпретациях И старых историях Которые могут Вообще не работать И вот этот вот момент Истина Да То есть Находить факты Находить реальность Проверять Выяснять Быть человеком Который Как царь Самон Просил у Бога Пустое Лживое Отдали от меня Он просил Убери от меня Говорит Пустое Лживое Все Бедность И богатство Не давай мне И трефей Нелехом Хути Накорми меня Законным хлебом А здесь он говорит Что Тора Милосердие Истина Тебя не оставят Вторая часть Которая важна Как качество человека Это милосердие Иногда бывает Что по правильному Ты прав Но иногда лучше уступить Лучше уступить Лучше быть милосердным Лучше быть добрым Лучше быть Позитивным Чем Чем Как Знаете Самый простой пример Что едет дурак Например На красный свет А человек У него зеленый Человечек перед ним Он говорит Я прав Я пойду Идет Его сбили Не надо То есть Есть истина Ты прав Ты можешь идти На зеленый цвет Есть Реальность Что Или другой вариант Кто-то например Сделал ошибку Да Царь Самон говорит так Что Сина Сина Мюрере Ди ним Рабим Ненависть Она пробуждает Очень много судов И начинается Пошло Поехала качеля А этот не прав То не прав Сделали не так И пошла война 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 Дальше Больше Вообще Жуть Ну то есть Взрыв Теперь В Ава Векольп Шаим Мехасе Ава Все Шаим Это все Такие серьезные Проступки Прикрывает Любовь Мама говорит Ну сыночек мой Ну да Ну сил он пьяный За руль Ну ну Он же еще маленький Он же не понимает Значит Ну да Ну он Там Въехал в остановку Сбил Там Десять человек Ну Ну повойдите в положение Он же только права недавно получил Он же вообще Вообще он ни в чем не виноват Да Такие мамы Ну есть это Очень много таких Которые Которые любят Своего сына И оно Прикрывает Любые Даже самые Вообще Проступки Где вот Негде Климо Ставить Значит все равно Вот Надо Относить С милосердием Теперь говорит нам Царь Соломон Так Что вот эти два качества Хесет Милосердие И истина Они тебя не оставят Просто надо знать Когда Чем пользоваться Потому что написано Тоже в Торе Что тот Тот добрый К злодеям К жестоким Потом будет Жестокий К добрым Мы сейчас туда Не будем входить Но Действительно И если Неправильно Этим пользоваться Как например Вот эти вот Были После войны Католические Священники Которые Спасали Нацистских Преступников Которые Убивали детей Там Ну просто Хуже этих людей Просто не было И они говорили Ну мы же милосердные Давай-ка их спасем Давай им поможем Перебраться в Аргентину И они Тысячи этих Нацистских преступников Убийц Которые просто Ну Любой маньяк Которого сегодня судят Да Он по сравнению С этими Нацистскими преступниками То что они вытворяли В концлагерях Любой маньяк По сравнению с ними Это просто Ну такой Пионер Всем ребятам Пример То что они делали Своими руками И Вот эти вот Католические священники Которые Они Значит Забыли Что Бог сказал Что Невинную кровь Я не прощу А они Как раз Забыли На тот момент О том Что Так это работает Поэтому Говорит нам царь Самон Милосердие Истина Тебя не оставят Кашрем Аль-Гар-Гаратеха Запиши Завяжи Сейчас мы знаем Что на На горле своем Катвем Аль-Луах-Лебеха Значит Напиши На скрижалях Своего сердца Значит Речь идет О словах Торы Значит Когда ты изучаешь Тору Тора тебе говорит Как действовать В каждой ситуации Но есть Намерение Есть то что называется Намерение И вот это вот Намерение Оно должно быть Милосердие И истина Потому что Если у тебя намерение Кого-то наказать Кого-то обидеть С кем-то поспорить Кого-то победить Возвыситься То есть Если у тебя намерение Есть какое-то Кроме намерение К милосердию И к истине Но нельзя быть Милосердным Без истины Нельзя быть истинным Без милосердия То есть Эти две вещи Они в Торе Как раз Вот они Идут рядом Он говорит Намерение Должно быть Истина И милосердие А слова Торы Завяжи на горло свое То есть Нужно повторять И проговаривать Слух Когда ты учишь Тору И вообще Все что вы хотите Запомнить Нужно проговаривать Слух Потому что Новая информация Которая входит Вам в глаза Она делает Маленький след Новая информация Которая входит Вам в глаза И уши Она делает Больше след Новая информация Которая входит К вам В глаза В уши Вы ее проговариваете Еще и записываете Она уже Оставляет В нервной системе Еще больше след Если вы Проговариваете Много раз Записываете И слышите И делитесь И обсуждаете То информация Она очень прочно Опускает корни В вашем Вашем подсознании В долговременной памяти И образует Новый Прям реально Мозг Физиологически Меняется Поэтому он говорит Что Значит Завяжи на горло Своё То есть Произноси вслух Катвэм Альлу Ахлибэха Запиши на скрижалях Сердце своего Я читал пример Что значит Записать на скрижалях Сердце Есть люди Которые знают Вот например Я думаю Что многие знают Шмай Сраэль Наизусть Да Слушай Израэль Бог Шмай Сраэль Ашем Бог всесильный Наш Бог один Да То есть Легко запомнить А вот Что значит Записать на скрижалях Сердце Если например Закрыть глаза И увидеть эту надпись Шмай Сраэль Шмай Сраэль Любое предложение Они могли Они видели его внутри Есть такая в Талмуде история Как Раби Мэйр Приехал в Приехал в один город Там не было Медилайд Эстер Свитка Эстер По закону Нельзя записывать Свиток Эстер Не переписывая его С другого свитка То есть По памяти Его нельзя записать Этот свиток Некошерный То есть Нужно обязательно Все свитки Торы Все свитки Эстер Они переписаны С оригинала С другого Поэтому Не меняется Ни одна буква Не один знак Уже тысячи тысячи лет Но написано в Талмуде Раби Мэйр Он записал И что? Из сердца Говорится Раби Мэйр Это другое Он видел всю Тора Она была у него записана На скрижалях Его сердца То есть Он писал со свитка Который он видел Который был выбит На скрижалях сердца Причем Здесь есть еще одна Такая Более глубокий смысл То что написано На бумаге Можно стереть То что выбито на камне Становится частью камня Это не разных два материала Так вот Тору нужно учить до такой степени Чтобы она стала Частью твоего мышления Частью тебя Чтобы ты с ней соединился И через Тору соединился с Богом И последний отрывок Предпоследний Давайте я Предпоследний Прочту быстро А последний Прямо Он очень важный Четвертый отрывок Умца Хен ве Сехельтов Бейне Элуим Ве Адам И Тора Которую ты учишь Она тебе даст Приятность И Сехельтов Это интеллект Добрый В глазах Всесильного Бога И людей То есть Тора тебе даст Правила поведения 17 запретов В Торе Говорит сплетни и злоязычия То есть если ты начинаешь Строить свою жизнь по Торе Жить по Торе Выполнять все заповеди Торы То у тебя будет И в глазах людей И в глазах Бога Ты будешь просто Самый приятный человек В глазах людей И в глазах Бога И тебе будет хорошо Будет шалом Теперь Дальше идут Самые мои любимые отрывки И один из них Вот это тоже я быстро прочту А следующий Шестой отрывок Считается что Вся Тора в этом отрывке И я сколько лет Я уже учу Мишли Сколько лет я учу Тору 24 года Слышал эту фразу В Талмуде написано Что следующий отрывок Вся Тора в нем Но только сегодня Я узнал одну очень важную вещь Которую я хочу с вами поделиться Значит Пятый отрывок Птах и ла шем беколи беха Положись на Бога Всем своим сердцем Вель бинатха Аль тишаен А на свою сообразительность Не полагайся То есть здесь нам Говорит царь Соломон Что Как бы ты не учил Тору Как бы ты не старался Запомнить Как бы ты не старался Все понять Осознать Человек остается человеком На его мышление Очень сильно влияют Влияют Заданные параметры Которые он не осознает То что называется Взятка Желание Если нельзя Оно хочется Значит можно Вот он хочется Он будет Как бы незаметно Для себя Но так видеть информацию Чтобы прямо увидеть ее С того ракурса Чтобы ему было можно То что он хочет В общем Человек остается человеком Здесь нам царь Соломон Говорит такой лайфхак Да Положись на Бога То есть самое главное В жизни То есть не думай Что ты сам знаешь И сможешь проложить маршрут Чтобы тебе было хорошо Хорошо это быть В контакте со Всевышним И не нарушать его волю Ни в чем А выполнять его волю И это должно быть Главное твое намерение Устремление Положиться на Бога Всем своим сердцем То есть Есть Как царь Давид Тоже это очень интересно Царь Соломон Говорил в Мишле В 29 главе Что две вещи Всю свою жизнь Я просил у Бога Две вещи Царь Давид Папа его В псалмах Которые мы сейчас читаем Ледовид Ашем Урива Иши Не помню номер его Да То есть вот сейчас Передрошина его читает Он там говорит Одну вещь просил я у Бога Ахат Шалким Это Ашем Одну вещь я всю жизнь Просил у Бога Атаев Акеш Вот ее я буду Просить Прошу Просил И буду попросить Он говорит Какую вещь просил Одну царь Давид Кстати тоже запишите Это очень классно Использовать в молитвах Прямо его же языком Он говорит Ахат Шалки Мэй Ташем Одну вещь просил я у Бога Шифти Бэй Ташем Коль Орах Ямим Значит Сидеть в доме Бога Все дни жизни моей Что значит Сидеть в доме Бога Значит Он объясняет Как ты можешь сидеть В доме Бога Если ты внутренне Ты соединился со Всевышним И сказал Я с тобой Я как в домике Да То есть я делаю Все Что ты мне говоришь Делать Есть как Четыре локтя закона Я с тобой Все Я полагаюсь на тебя Вот это то Что царь Саламон сказал Птах и Лошем Положись на Бога Всем сердцем твоим Всем твоим мышлением Всеми своими намерениями И на твою сообразительность Не полагайся Тогда у тебя будет Сообразительность Более хорошо работать И шестой отрывок Который является Ключевым И про который сказано Что вся Тора есть в нем Вы наверняка его слышали Беколь Драхеха Деу На всех своих путях Познавай его Познавай Бога То есть здесь идет объяснение А как на него положить Совсем сердце На всех своих путях Познавай Бога Вэу Яошер Архатеха И он выпрямит Все твои тропиночки Все дорожки Объясняют мудрецы Что Рамбам Есть целая глава Посвященная этому отрывку В Десуржу Ханарухе Они объясняют так Что если твое намерение Перед любым действием Это действие Посвятить Всевышнему Сказать Я иду сейчас отдыхать Чтобы у меня были силы Служить Всевышнему Я иду сейчас зарабатывать деньги Чтобы прославлять Всевышнего Чтобы у меня были деньги Делать добрые дела Учить Тору Я иду сейчас спать Чтобы были силы Кушать Чтобы были силы То есть если твое намерение Перед любым действием Становится Познавать Всевышнего Да Через это действие То он тогда Это действие засчитает тебе как заповедь То есть ты действуешь тогда по его воле И он выпрямит все твои дорожки У тебя в жизни все тогда наладится Все, на этом я хочу Закончить сегодняшний урок, пожелать всем Чтобы мы выполняли Первое, бни, турати, альтишках Чтобы мы еще раз повторили то, что сегодня выучили Не забывали, выполняли Чтобы Всевышний нам Заслугу того, что мы выполняем его волю Услышал нашу волю Чтобы Бог выполнил Все запросы твоего сердца Для твоего добра Счастливо, до завтра